Здравствуйте, я Ибрагимов Шарон, студент первого курса факультета русской филологии Таджийского национального университета Душамы, Таджикистан. В русском языке много необычных выражений, которые трудно понять, например, что такое Маниловщина. Здравствуйте, уважаемые зрители. В 1842 году Николай Васильевич Гоголь издал книгу, которая существенно обогатила не только русскую литературу, но и русский язык. Вряд ли какое-то еще произведение привнесло в нашу речь так много крылатых фраз и крылатых имен, как гоголевская поэма в прозе «Мертвые души». К числу новых слов, происхождением которых мы обязаны этому бессмертному произведению, относится и существительная Маниловщина. В его основе лежит фамилия персонажа «Мертвых душ» помещика Манилова. Манилов – человек, обладающий многими приятными качествами. Он доброжелателен, гостеприимен, склонен видеть в людях только хорошее. Однако эти черты представлены в таком избытке, что способны вызвать у собеседника отрицательные чувства. Вот как описывает общение с Маниловым сам Гоголь. В первую минуту разговора с ним не можешь не сказать «какой приятный и добрый человек». В следующую ничего не скажешь. А в третью скажешь «черт знает, что такое» и отойдешь подальше. На всем протяжении повествования Гоголь неоднократно употребляет по отношению к Манилову эпитеты «сладкий», «сахарный» и «приторный». Также Манилов стремится жить в мире своих мечтаний и фантазий, далеких от реальной действительности, и не прилагать ни малейших усилий к их осуществлению. Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или через пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян. При этом глаза его делались чрезвычайно сладкими, и лицо принимало самое довольное выражение. Впрочем, все эти прожекты так и оканчивались только одними словами. В другом месте Гоголь пишет. «Он думал о благополучии дружеской жизни, о том, как бы хорошо было жить с другом на берегу какой-нибудь реки. Потом через эту реку начал строиться у него мост. Потом огромнейший дом с таким высоким бельведером, что оттуда можно было видеть даже Москву. И там пить вечером чай на открытом воздухе и рассуждать о каких-нибудь приятных предметах. И что будто бы государь, узнавший о такой их дружбе, пожаловал их генералами. И далее, наконец, Бог знает, что такое, чего уж он и сам не мог разобрать». Образ Манилова оказался настолько востребован русским языковым сознанием, что от его фамилии путем суффиксации был образован дериват Маниловщина. Используемый суффикс «щина» довольно часто применяется для создания новых существительных, обозначающих значимые для общества явления, причем явления всегда негативные. Штурмовщина, дедовщина, обломовщина. Слово «Маниловщина» вошло в русский язык и стало обозначать беспочвенную мечтательность, оторванность от реальной жизни, склонность строить красивые, но несбыточные планы. Русский язык – великий, могучий и непрерывно развивающийся. Слово «Маниловщина» Слово «Маниловщина» Продолжение следует...